здравствуйте дорогие друзья как в советских радио и телевизионных передачах я здороваюсь с вами вежливо сдержанно и проникновенно потому что сегодня я вспоминаю пластинки которые мы слушали году примерно в 75 76 77 78 79 80 уже слушали совсем другую музыку да я вас благодарю кстати за то что поддержите канал в разных формах за то что пишите комментарии там кто-то даже обижается в комментариях пишут что я сегодня прочитал что вот мы все пишем 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 а Рыбин читает и смеется ничего подобного совершенно я не смеюсь я с интересом все читаю иногда даже отвечаю когда мне есть что ответить мне не всегда есть что ответить потому что я не 7 5 во лбу человек а ровно пяти не знаю зачем я это сказал ну вот когда я был маленький я очень любил рок-музыку но ее было мало в те годы достаточно однако попадались пластинки и пластинки совершенно неожиданные например группа с гдр под названием пудис все мои одноклассники знали группу пудис потому что фирменные пластинки выпущенные фирмой амиго гдр вской стоили сравнительно дешево в районе там 15 рублей что-то но по советским меркам это конечно не дешево потому что пластинки фирме мелодия в магазинах стоили рубль с чем-то а такие хорошие дорогие в хороших обложках плотных 250 или два там чемного меня поправят в комментариях наверняка люди помнят эти расценки вот а пудис это была западная группа из германии правда из гдр правда из страны социалистического лагеря но все равно иностранная играющая рок громко на гитарах с барабанами все молотило все риэла а песня и кар или и карус как поет по немецки группа пудис это был хит просто ну наравне со смог он да вот и наверное так воспринимали советские школьники в лице меня эту штуку ну и вы знаете с годами как-то это стало забываться но детские воспоминания их же не сотрешь из памяти они всегда с нами и вот мне попалась пластинка группа пудис который немедленно купил кстати она не одна у меня у меня еще парочка есть уже давно лежащих но вот эта штука мне у меня и не было когда я был маленький это пластинка прошла мимо меня я ее только сегодня послушал с большим интересом вспомнил молодость и не жалею совершенно о том что на полке будет стоять двойной концертный альбом записанный в 1984 году в карл-маркс штате группы пудис очень классно очень здорово просто детские воспоминания нахлыли нахлынули на меня с не детской извините за повторение и пошлое выражение силой что такое была группа пудис в гдр команда образовалась в 1969 году из 69 года вы не поверите до 2000 по моему то ли четырнадцатого то ли восемнадцатого года последний альбом вышел в восемнадцатом году а распалась группа по моему в четырнадцатом в 2014 да то есть ну может быть я ошибаюсь но во всяком случае это были уже это был вот этот период 2014-2018 то есть долгожители альбомов огромное количество пудис не помню то ли 30 то ли 40 очень много концертники сборники официальные студийные альбомы просто вал их и конечно стиль группа менялся начинали они как водится с каверов deep a player и хип которых мы не слышали потому что пластинках они не записаны по моему хотя я самый первый альбом пудис я не слышал вот а потом стали играть такой гитарный тяжелый рок и в общем чем дальше тем тяжелее я слышал альбомы девяностых годов пудис там уже просто такой навал совершенно современный хотя это тоже современная для своего времени музыка ну там там совсем просто все уже на мой взгляд плохо потому что утратили они в какой-то момент времени свою самобытность по мелодике по исполнению то есть это все все было не так как у англоязычных групп вот например группы скорпион с которые не люблю они стали пытаться один в один сыграть тяжелый рок который играют там в англии в америке и формально это все получилось но я слышу что это настолько настолько подделка настолько это все искусственно что в принципе я когда я слушал слушаю скорпион съезд там ну где-то там случайно первые 30 там 15 секунд и уже все и дальше уже не хочется совсем уже все это все фейк а пудис звучат по-другому совершенно и в этом есть кайф и чувствуется что это по-настоящему так как вот мы ничего не придумываем это из нас придется вот такая музыка придет из нас мы ничего не не выдумываем мы слушаем дипе пола дзеппелин да там юра хип раш и и и все остальное да и впитываем эту музыку нам она нравится мы играем те же самые квинтовые там квартовые пассажи самые рифы но все это идет изнутри все это перерабатывается то есть форма берется перерабатывается и выходит настоящая такая штука послушайте если вы не слышали путь вы сразу услышите разницу между эти англоязычными группами и восточно-германскими некоторые скажут что это плохо что это похоже на эстраду не похоже это на эстраду совсем и в одном из комментариев кстати я прочитал что то чистая правда что пудис была в германии такой официальной рок-группой гдр лицо гдр-овского тяжелого рока как бы разрешенный ансамбль ну как у нас примерно машина времени была тоже абсолютно легальный разрешенные обласканные властями сказать там премии какие-то стадионы все я прекрасно помню там 83 год когда всех запрещали запрещать стали на самом деле 84 когда черненко пришел пошли вот эти списки запрещенных групп машина времени вовсю фигачила по стадионам по всей стране в роскошных костюмах с хорошими гитарами то есть такой официальный как у нас тоже есть рок вот в советском союзе тоже есть рок вот вам машина времени пожалуйста вот и вот это ля-ля-ля вот это все вот это пудис тоже были лицом гдр-овского рока но они играли не так как машина времени ребята они играли настоящую рок-музыку просто разница настолько очевидна между вот этим всем их сравнивать кстати 11 человек написал что сравнил их с землянами нет 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 совсем нет совсем нет ну ну все по-другому все по-другому и энергия и пение и интонации и звучание и развязанность разнузданность при том что блестяще все спета многоголосье интервалы отличной гармонии вокальные просто блестяще все замечательно придраться не к чему аранжировки очень классные но аранжировки опять таки это не не попытка сделать так как играет юра и хип хотя песня и корус она похоже очень там вокальная такая история есть прямо юра и хип в чистом виде но это такой маленький кусочек и он логично очень вставлен песню поэтому ничего страшного никакое не заимствование даже ну как ну я не знаю ну по мотивам скажем так мы это буквально там несколько секунд ну очень правильно и это все и это бокальная штучка она напрашивается туда и она очень логично естественно песни грандиозные кажется до сих пор я с удовольствием слушаю но в общем вот вот эта пластиночка до 13 альбом 84 год и кстати вот 84 год я уже скажу как сказал что в советском союзе 84 год это был самый прямо по урвалу на анти на эти форм прямо все пришел черненко и все стало закрываться все со всех сторон стало закрываться стали сажать в тюрьму рок-музыкантов некоторых мы знаем их имена если вас они интересуются в комментариях напишу да например господи ну алексей романов например из группы воскресенье пожалуйста вам жанна гузарова была выслана за пределы москвы и московской области ну в общем много было проблем всяких разных действительно серьезных но в этом 84 году когда у нас все закрывали запрещали абсолютно бешеный разнузданный рок-концерт грандиозные на большой площадке в коробке кстати с прекрасного от прекрасной аппаратурой из абсолютно зверским исполнением песен путь из играла почувствуйте разницу хотя штазе были еще более свирепы чем кгб на самом деле если кому это интересно я не знаю как как происходило дело почему путь из так развязано себя вели кто не скажешь но они на стучали в штазе нифига там никто и шестов господи это чушь это все литература ну короче говоря компьютер мэн первая песня модно восемьдесят четвертом году пошла уже это электропоповая история но здесь она не электропоповая здесь она тяжелая роково-гитарная но в ритме в таком крафтверк же тоже как бы оттуда почти да и так вот это вот пошло следующая вещь компьютер карьера на ту же тему еще более тяжелая еще более приземистая такая история и потом конечно хиросима один из главных хитов группы пудис в среднем темпе ближе к медленному красивая распевная тяжелая драматичная полотно настоящая такая песня которая ложится на ухо и и вспоминаешь потом и она остается в памяти надолго ну такой хит а дальше пошло то что как-то я говорил с юрием из спицам незадолго до его смерти и он сказал что знаешь лёша вот свой придумал новый стиль рок-музыки называется рок-марш и так я подумал что действительно у него такие маршевые есть штуки а группа пудис она придумала это раньше здесь вот последние две песни на первой стороне это чистые рок-марши в разных темпах но тяжело тяжеловесные такие и такие вот такие немцы на сцене зарубают очень-очень здорово на второй стороне их и джон по-немецки ну видимо хей джон песня явно посвящена джону леннону потому что в нее вставлен кусочек песни imagine акустическая гитара все дела красивая баллада отдаленно напоминает не буду говорить что напоминает в общем посвящение джону леннону очень красивая песня и после того как фрагмент imagine врубаются барабаны врубаются все и пошла прямо вот такая история не скажу что пафосная на удивление в меру эмоции все в меру ничего ничего вычурного такого пошло пошлого нет очень все красиво и дальше понеслось вас вон ливен брикт бля 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 гитарная соло вдруг неожиданно проявляется и пошла за губа уже такая серьезная очень популярная в германии песни тиви шоу хотя мне она не нравится она крафтверка образная в гитарных делах правда сделано но публика подпевает неистово этой песни а вот третья сторона вся просто на на ура идет мелани первая вещь название намекает на то что будет медленно и печально но на самом деле громко ярко яростно и бешено мелани с отличным припевом очень мелодично вокальная гармония красивейшие марафон песня просто на на ура просто просто шикарный номер который сейчас можно слушать делать камер версии просто очень хорошая вещь но тоже это все тяжелый рок гитарный марафон лолита заключительная песня на второй стороне на третьей стороне то есть начинается как какой-то такой немецкий кафе шантан который неожиданно переходит было все пресли на немецком языке бешеного такого очень смешно очень здорово а четвертая сторона вся состоит из фрагментов песен разных лет написано в течение 15 лет здесь и карус здесь и все песни если кто-то слышал пудис ранее все хиты собраны и буквально по куплету по полтора куплета по 2 очень здорово все склеено на сцене прямо ну я имею по аранжировке и просто вот вылет такой четвертая сторона альбома в общем вот в гдр тоже были прекрасные музыканты группа пудис я пошел пить и как всегда скажу вам напоследок ешьте побольше жирного это вам поможет пока